добрый день дорогие друзья приветствую вас на своем канале светлана обо всем сейчас конец сентября и я хочу подготовить свои грядки к посадке чеснока и лука под зиму то есть убить болезнетворные бактерии которые находятся в почве у меня на этой грядке росла клубника я ее пересадила а теперь на эту грядку хочу посадить чеснок эту грядку еще две недели назад я уже добавила 2 столовых ложки суперфосфата 2 стакана золы и ведро перепревшего компоста и хорошо все взрыхлила и пролила а теперь хочу еще ее пролить биопрепаратом фунгицидом питоспорином м а также хочу пролить грядки со своей молодой клубничкой грядки с ежевикой и грядки с малиной этот препарат повышает иммунитет растений а значит они будут более устойчивы к заболеваниям бактерии сенные палочки активизируется при температуре плюс 15 градусов а наибольшая их активность при температуре 30 35 градусов но они погибают на ярком солнце поэтому опрыскивать растения фитоспорином необходимо только вечернее время также необходимо вечернее время поливать растения под корень или проливать грядки и после пролива обязательно взрыхлить землю но перед поливом фитоспорином необходимо пролить грядки или растения простой чистой водой я его заготавливаю растворяю где-то раза три за сезон использую и для рассады и для полива растений и для дезинфекции почвы препарат фитоспорин м содержит живые споры и бактерии сенной палочки и является фунгицидом широкого действия и отлично подходит для профилактики и лечения растений от грибковых и бактериальных болезней так что обязательно надо пролить грядки где росли помидоры и огурцы ну любые другие растения хотя я этим препаратом пользуюсь уже очень давно но только сейчас узнала что его можно обогатить и сделать более эффективным об этом рассказывает биолог иван а также много информации в гугле для его обогащения растворенный фитоспорин я буду добавлять другой биопрепарат растворять я буду его литровой банке вода должна быть отстоянная или родниковая или дождевая и быстрее растворяется фитоспорин теплой воде можно брать воду до 40 градусов при этом споры не погибнут для его обогащения я купила органоминеральное жидкое удобрение helprost это биопрепарат который также борется с грибковыми и бактериальными заболеваниями благодаря ему растения растут крепкие и здоровые и увеличивается иммунная сопротивляемость к вредителям и заболеваниям его состав входит также как и фитоспорин бактерии сенной палочки аминокислоты полисахариды витаминные группы b50 и микроэлементы в хилатной форме и это является хорошим питанием для роста и развития сенной палочки добавляя этот препарат фитоспорин сенная палочка начнет активно размножаться и фитоспорин станет намного эффективней для приготовления улучшенного фитоспорина я весь пакет пастообразного фитоспорина перекладу в литровую банку и залью одним литром теплой воды а затем конечно необходимо тщательно размешать до полного растворения в теплой воде он очень быстро растворяется теперь в эту литровую банку с раствором фитоспорина я добавлю всего лишь одну чайную ложку органа минерального удобрения хелпрост вместо хелпроста можно добавить любое жидкое универсальное удобрение главное чтобы в его состав входил комплекс различных микро и макроэлементов это может быть удобрение и для овощей или даже для домашних цветов можно взять например фертика люкс или кимера их очень много надо просто посоветоваться с продавцами это я сделала маточный раствор через дней четыре пять его уже можно использовать на поверхности раствора в баночке должна появиться белая пленка это означает что бактерии размножились и препарат живой таким образом я получила целую литровую банку улучшенного фитоспорина хранить его необходимо в темном прохладном месте и очень долго целый сезон его можно перелить бутылку и хранить на нижней полке холодильника для его использования я беру одну столовую ложку на 10 литров воды и пролью как я уже говорила грядки с клубникой дожжеванием и сверху кустиков и землю под клубникой также грядки с малиной и грядки для посадки чеснока температура у нас на юге пока позволяет ночью у нас плюс 15 а днем плюс 24 25 теперь я буду разводить фитоспорин только так большое спасибо ивану за уроки на этом все всем до свидания и всем удачи